Леониду Эммануиловичу 91 год. В доме номер 17, дробь 2 по улице Братиславской он живет с момента постройки. Сейчас с ностальгией вспоминает то время, когда дом только сдали в эксплуатацию. Это самый старый квартал, один из старейших кварталов после войны. Секретарь обкома партии отличнейший был, может вы слышали, Ларионов Алексей Николаевич. Он тут приподнял все это дело. Вот построили. А теперь пришло время делать капитальный ремонт. Это 56-й губ, 56-й строительство было, 57-й, наверное, пустили. Работы по программе капитального ремонта ведут с середины июля. Основной упор на тепловые сети, которые с момента строительства дома не меняли ни разу. И проект как раз предполагал полную их замену. Завершить работы подрядчик должен был к началу отопительного сезона. Только вот в сроки не уложился. Ситуация с отоплением у нас отвратительная, потому что мы замерзаем. У меня двое детей заболели, у меня бабушка 93 года, которая тоже живет. Мы спим под кучей одеял, и это холодно. Жем газ для того, чтобы согреться. Одни жители рискуют отравиться угарным газом, другие тратят деньги на покупку обогревателей, спасаясь от холода в своих квартирах. Две недели назад я выписала с роддома, то есть у меня дома еще грудничок лежит. Вот второй сын, мы переболели уже все втроем. С этого момента врач приходит к нам два раза в неделю по этому поводу, и она сама в недоумении, как вообще такое может быть, что до сих пор нет в доме у нас отопления. Управляющая компания отбивается. Я несколько раз звонила туда, они сказали, что это не наше вообще дело. Вопрос вне нашей компетенции. Фонд капитального ремонта занимается, ну и пусть занимается. То есть, в принципе, они должны участвовать в приемке работ, потому что им потом обслуживать этот дом. По словам местных жителей, на редких встречах с подрядчиком информацию они получают крайне расплывчатую. Мы решили узнать у исполнителя проекта капремонта напрямую о том, почему отопление еще не включили. Ну а пока подрядчик только предполагает и ищет оправдание, а жалобы в фонд капитального ремонта остаются без ответа, жители уже пишут письмо в прокуратуру и жилищную инспекцию.